Всем огромный привет! Меня зовут Виктор и приветствую вас на своем канале, где мы говорим о сыре, о хлебе не только. И ввиду того, что я делаю сыр на закваске, просто с сыворотки, и сейчас, начиная новый сезон, соответственно, мне нужно где-то ее взять. И то, что я делал в видеорецепте год назад, показывал, как это сделать, по сути, сейчас повторю, и возможно, это будет также кому-то полезно. Итак, начнем с того, что просто возьмем портой молоко, и я возьму просто пол-литра, наберу его в отдельную емкость, которую перед этим простерилизую, и оставлю у себя просто стоять на кухне на протяжении нескольких дней, и вместе с вами будем за этим наблюдать. Итак, прошло 3 дня, как мы видим, сгусток уже под кис. Первый раз, когда его просто оставить, учитывая еще, что сейчас зима, в доме не очень тепло, он будет не сильно плотный, если делать с козьим молоком. Если с коровим, то, конечно, будет поплотнее. Берем немного вот этого уже скисшего сгустка, добавляем в утреннее парное молоко опять, для того, чтобы нашу культуру дальше выводить, и чтобы она была не просто такая самобродом, сама там себе как-то развивалась, а именно стараться ее направлять. И оставим где-то на день и вернемся к нему снова. Еще по прошествии нескольких дней я так посмотрел. Мне уже понравилось состояние моей закваски, и я ее использовал для того, чтобы сделать первый сыр. Сыр, который мы уже начинаем делать, это будет шевр, это мягкий такой слегка творожный сыр из козьего молока. И в первую порцию я использую просто вот этот кефир, который у меня получился в соотношении 2% от объема молока, добавляю в наш сыр, то есть как закваску, и первый сыр будет готов. А далее я саму эту закваску вести отдельно не буду, то есть именно вот этот кисломолочный продукт. Я буду использовать сыворотку из вот этого шевра. Шевр же я делаю каждый день, и бывает, что по два раза, и утром, и вечером. Так что можно назвать сезон сыроделия открытым. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо огромное за ваше внимание, надеюсь, это было полезно. Это было каким-то уточнением до предыдущего видео, ссылочка будет в конце. Также, если у вас не всегда есть возможность смотреть видео, но интересно просто прослушать, о чем оно было, заходите внизу, ссылочка на подкаст, куда мы загружаем все аудио из видео, которые снимаем. На этом все, до следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok